Послание Отца Абсолюта 4 января 2024 года Энергии, личные гигиены Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня я хочу рассказать вам более подробно о тех энергиях, которые вы призываете для себя лично, для очищения своего энергетического пространства и защиты его от всех видов негативных энергий. Условно их можно назвать энергиями личной гигиены. В отличие от глобальных медитаций, когда вы работаете, например, с вашей планетой в целом или коллективным сознанием человечества, эти энергии являются для вас своеобразной скорой помощью, призванной восстановить ваши чакры и тонкие тела, пострадавшие на полях сражений трехмерного мира. К ним относятся в первую очередь энергии Великого Центрального Солнца и Огонь Вселенской Любви. Несмотря на то, что эти энергии очень высоких вибраций, они способны больше, чем остальные божественные энергии, адаптироваться к вибрациям человека трехмерного мира. И объясняется это тем, что они несут себе стихию огня, прожигающего пространство, разделяющий мир высоких и низких вибраций. А ведь вы и призываете эти энергии на помощь именно тогда, когда чувствуете, что ваши вибрации падают в результате различного рода энергетических атак. Но все же и здесь существует определенное ограничение. Так эти огненные энергии способны взаимодействовать лишь с теми людьми, чьи вибрации не опускаются ниже четвертой чакры, но в обычном состоянии они уже вышли на стабильный уровень пятой-шестой чакр. К людям же, вибрирующим не выше третьей чакры, эти энергии пробиться уже не могут, поскольку сознание этих людей полностью погружено в мир третьего измерения. Каким же образом энергии Великого Центрального Солнца и Огонь Вселенской Любви воздействуют на ваше энергетическое пространство, а также на ваши чакры и тонкие тела? Они всегда работают точечно и очень аккуратно, дабы не нарушить законы Вселенной. Так, например, если энергетические атаки на тонкие тела исходят от самого человека, вследствие его негативных мыслей и эмоций, такие пробои в них предстоит залатать самому человеку в качестве своей работы над ошибками. Если же опасность исходит извне, от астральных сущностей, дракорептилий, рептилоидов либо других низковибрационных существ, вследствие проводимой человеком световой работы, а его вибрации в повседневной жизни стабильно высокие, то обе эти энергии способны в короткие сроки очистить энергетическое пространство этого человека от чужеродного вторжения. При этом очень важно призывать энергии не испытывать страха, агрессии либо даже раздражения по отношению к низковибрационным существам, понимая, что это их суть, и другими они быть просто не могут. Конечно, причины энергетических атак могут быть самыми разными, вплоть до магического воздействия. И все же для максимальной защиты со стороны божественных энергий человеку необходимо сохранять должный уровень вибрации, что возможно только тогда, когда он сам не допускает свое энергетическое пространство негативных мыслей и эмоций. Работа с энергиями – это всегда совместная работа, и чем выше ваши вибрации, тем более высокой вибрационной энергией вы можете призывать. И не забывайте, мои родные, их благодарить, поскольку энергии любви и благодарности являются самыми могущественными во Вселенной. Щедро делитесь ими с окружающим миром, в том числе и с божественными энергиями, которые всегда рады прийти вам на помощь. Благословляю вас и люблю безмерно. Отец-Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождения.